Здравствуйте, меня зовут Балакирев Никита. Я считаю, что только знания придут вас к успеху. После столкновения P2, причем задано соотношение, что P1 равняется P, а P2 будет у нас равняться 3 четвертых P. Также сказано, что P1 перпендикулярно P2. Можно сказать, что это давно. Теперь приступим к решению задачи. Что ж, решение до столкновения я направлю импульс P1 вот так вот. По столкновению у меня будет он перпендикулярным. P2, да? P1 P2 Так как мне необходимо найти изменение импульс частицы при столкновении DLTP, то с этой целью мне необходимо найти, куда будет направлен вектор равный разности векторов P2 и P1, то есть P2 минус P1 по модулю. Для этого я перестрою картину, то есть я начерчу, где у меня будет вектор P1, то есть вектор минус P… Если вектор P1 направлен в эту сторону, вектор минус P1 направлен в противоположную сторону, значит, эту разность можно представить как сумму вектора P2 и вектора минус P1. Вот. И я здесь напишу, что это минус P1. И сумма будет у нас определяться по правилу пальмограмма. Это у меня будет как раз DLTP вектор. Он будет направлен в эту сторону. Поэтому здесь у нас все углы… Вот этот угол у нас 90 градусов. Этот угол у нас тоже 90 градусов. Вот это по модулю то же самое, что P2. Значит, поскольку здесь у нас прямоугольник, то по теореме Пифагора я минус P1 в квадрате прибавляю… Тут уже можно с модулями работать, то есть… Плюс P2 в квадрате будет у меня равняться как раз нашему DLTP, с ком, который нам необходимо найти. Я вот рассматриваю теперь вот этот вот треугольник. P1 квадрат – это у меня P квадрат, потому что я все выражаю через букву P. P2 квадрат – это у меня 3 четвертых P, то есть плюс 9 шестнадцатых P квадрат. И это все у меня будет равняться. Приведу здесь к общему знаменателю. Получаю 16P квадрат плюс 9P квадрат деленное на 16. Квадратный корень. Это у меня будет равняться в результате. 25 шестнадцатых P квадрат я из-под знака корня выношу. Получается P квадрат. Корень квадратный. Это у меня будет равняться 5… тут уже показано нет, 5 четвертых P. Это и будет являться нашим ответом. Затем идем и выбираем номер 1 из предложенных вариантов. там где у нас 5 четвертых P есть. Подписывайтесь на новые видео, ставьте лайк и вступайте в группу ВКонтакте. Удачи. Удачи, да.